Здравствуй, дорогой зритель! Поиграем сегодня в Ultimate Admiral Age of Sail, потому что игра вышла в релиз. Я в свое время наиграл всего 7 часов и бросил, из-за того, что морские битвы не интересные, а сухопутные мелковатые. Но были новости о том, что сухопутные битвы стали масштабней. Я зашел в компанию, заглянул в компанию, у меня только морская битва на очереди, поэтому пойдем в пользовательские сражения и посмотрим здесь. Здесь кто-нибудь сухопутное. Ну вот есть две. А, у всех разные. Не две, а много. Много разных. Хотя, смотрите, здесь одни и те же. Ну давайте первую, да, какая разница. Так, средства. 350 тысяч возьмем по максимуму и посмотрим. Интерфейс в компании не поменялся, то есть тот ранний доступ, в который я играл, он такой и остался. Корабль. А зачем корабль, если я пошел в сухопутную битву? Давайте нажмем начало и посмотрим карту высадки. Поэтому что-то внешних, каких-то изменений я так прям не нашел. Вероятно, доработано в балансе какие-то моменты. Итак, вот наша высадка. Четыре. Четыре корабля надо снарядить с отрядами. Вы находитесь на миссии в глубине джунглей берега москитов, чтобы собрать свежие запасы для предстоящей компании в Санта-Круз. Испанцы недовольны нашей деятельностью и начали операцию почистки джунглей от британского присутствия. Подкрепление. А, вот это вот будут два подкрепления, а вот эти начнут воевать сразу. Значит, нам нужно два корабля. Вот корабли-то будут эти самые тут или не будут? Ну, хотя, наверное, не будет, да, раз сухопутная. Надо, пойдемте в гамме. Значит, четыре корабля надо собрать. Народа. Четыре корабля народа. Здесь же не как в Ultimate General корпуса. Здесь все в кораблях меряется. Так, ну давайте, значит, раз, два, три, четыре. Вот уже и минус сотка. Но я бы попроще бы взял корабль. А, ну это торговый корабль, он грузовик. Поэтому попроще некуда. Это тот корабль, который может больше народу взять. 780. Это команда у него такая должна быть, да? Я уже плохо все это помню делать. Потому что я играл давно в нее. Но. При всем при этом... Она сделала это красивее, чем Ultimate General. И я, конечно, надеялся, что она будет не хуже. Но она несколько отличается. Так, значит, недостаточно команды. Я понял. Нет, я не понял. Ага, вот. Ну, значит, офицера. Ну, давайте самых дешевых брать офицеров сюда, чтобы деньги не тратить. И команду брать минимальную. Если я завезу им, дам, это поменяет сцену, да? Нет, не поменяет. Какая разница? Она команда, она же не будет вылазить у меня, наверное, да? Ви-900. Так. Есть первый корабль. Второй корабль. А сколько всего можно купить? Да, 400 человек. Нормально так можно. Запихнуть народу. Не знаю, нужны мне эти звезды, не нужны? Давайте сделаем пока что. Пока что сделаем. На всякий случай. Второй корабль готов. Смотрите, офицеры крутые-то. Вон, контр-адмирал по 10 тысяч. И мичманов наставим по боку. И сюда еще тоже одного. Все, да? Корабли готовы. Пушки. Пушки тоже не будем брать. Все-таки, я надеюсь, высадка будет сухопутная. Поэтому каждый корабль у нас, видите, может 4 тащить в бригады. Итого 16 бригад, да? Ну, 16 уже побольше, чем было. Вроде да. Так. Но бригада все равно 320 бойцов всего. Так что 16 на 320 это около 5 тысяч. Но не так уж и масштабно, скажу я. Я думал, будет помасштабнее. Хотя, если хотя бы 5 тысяч удастся вытащить сюда, и то будет дело. Так, назначить офицера. Сейчас, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Фузельеры. Костяк вашей армии для атаки и защиты. Эффективно против любого противника. Экипированное оружие играет важную роль. Насколько эффективно они будут выполнять данную роль. Ну, понятно. Так, это кто? Морские пехотинцы. Морпехия. Поддержка морских и армейских операций на море и на суше, а также на выполнении своих собственных операций. Так. Помощь в поддержании дисциплины и порядка на корабле для контроля и непростого характера обычных моряков и риска мятежа. То. Помощь в абордаже. А также предоставление людских ресурсов для рейдов на берег. Застрельщики. Так, но застрельщики это уже были. Это снайпера. Сколько можно взять их? 160. Немного. Немного? Ну, давайте возьмем. Так. Торговый мушкет. Что-нибудь им... Есть такое? Получше оружие это какое-нибудь? Со штык-ножом. Штык-нож им не нужен. Они будут стрелять у нас издалека. 39. Расстояние 100. Да. Точность 0.9 на сотку. По-русски мушкет. Ну, кстати, смотрите, особо... А, перезарядка 42 секунды. 0.9 точность на расстоянии сотку примерно у всех. Я так смотрю. Плюс-минус, да? За перезарядка 52 секунды. 67. 67. Что-нибудь по скорострельней. 47. Но... Драгунский карабин должен, наверное, быстро, да, перезарядка. Да, 25 секунд. И те же самые, там, 0.85 на сотку. Вот это мы им дадим сейчас, скорее всего. Так, есть ли еще что-то более скорострельное? 25. Штык-нож-то. Так, кентуктийская винтовка. 62. Ой-ой-ой. Ну, мушкеты, ясно, все тут будут от 47 секунд перезаряжаться. 35, кстати, смотрите. Карлевиль. 45. 40. О, Спрингфилд. 40 секунд. Нет. Много оружия, я так смотрю, прям. Спрингфилд со штыком. 43. Но есть подозрение, что... Да, ничего лучше там не будет. Хорошо, погнали за карабином, где он был. И они будут бегать у нас. И просто быстро-быстро стрелять по флангам. Как обычно делают застрельщики. Так, вот, наверное, драгунский карабин. И еще какой-то... Вот, пехотный карабин, наверное, да, даже лучше. 07-1-1. 07-1-1-1-12. Вообще идентичные. Ну и берите. Так, 12 тысяч нам обойдется от бригады, да? И офицера еще сюда надо какого-то... Младшего лейтенанта поставить. А, хотя эффективность уже снижена, да? Влияет на дальний и ближний бой. Но я так смотрю, офицеров-то не так, чтобы много. Мне на штат с бригад их не хватит, по большому счету. Так, а младший? Младшенький не тянет. Ладно, давайте лейтенанта поставим. Это будет хорошая бригада. Мораль. Ивность. Выносность. Пусть быстро бегают. Долго и быстро. Ну вот, снайпер. Точность и перезарядка. И есть. Это у нас... Так, а я на первом корабле видел? Да, на первом. Эти высадятся сразу. Дальше. Арту. Есть артиллерия, а есть мортиры. Взрывные снаряды. Давайте лучше мортиры, может быть. Хотя... Так, 25 человек к обслуге. Давайте, ладно, артиллерию выкатим. Кагета поставим. На нее четырехфутовые пушки. Да нафиг. Ох ты, 15 тысяч. Так-то сразу уже... Дороговостненько. Давайте. Ладно, шестерочки возьмем. И здесь. Так, и... Укрытие скрытости. А где вот, чтобы быстро шевелиться? А, быстро шевелиться вон там. Укрытие возьмем. Так. Сколько? Это две пушки, да? О, 26 тысяч. Так много. Давайте возьмем по четыре, наверное. Четыре это сто должно быть. Сотку. Тринадцать штук сойдет. На второй корабль такой же давайте возьмем. Так-так-так-так-так-с. Шести фунтовых. Сотка. Туда. Туда возьмем тоже снайперов. Соткушные пиров. Сто шестидесят. И дадим им тоже карабины. Есть. И теперь еще мы сюда закинем узельеров, да, которые всему у нас молодцы. По 320 штук поместится. Так, капитан утащит. Нет, не утащит. Майор только их утащит. Этим. Что дать этим? 56. Что-то со штыком хочу им дать. 55. Ну, чтобы побыстрее заряжалось. 41. Ну вот, 41 уже неплохо. 25 тысяч на бригаду. Раз. Так, кого я там поставил? Вот этот. 56. Нет, не вот этот. Значит, вот этот, да? Нет, не вот этот. Там 40 секунд же было. Вот этот. Есть. Все, один корабль загрузили. Но на самом деле там меньше тысячи бойцов получилось. Так что не знаю. Не знаю. Насколько получится это масштабным сражение. Есть подозрение, что не очень масштабным. 26, так сколько? 100 тысяч осталось. А уже так особо народу-то и не набрать. Я говорил, что 5000 получится. 5000 у меня не получится. Потому что мне осталось там на 4 бригады всего. Ну, значит, у меня один корабль вообще лишний будет. Так, не тебя. Тебя возьмем. Даже на 3. У меня осталось на 3 бригады. Один корабль я взял зря. Ну, давайте сюда тогда набирать тоже. Потому что, наверное, давайте все-таки возьмем вот эту. Посмотрим. Не знаю, как она работает. Но вдруг будет прикольно. Хотя она придет потом у нас в резерве. Восьмидюймовая, да? Ну, тоже 4 штуки. Возьмем. Подтащат попозже. Так, ну и, наверное, эти морскую пехоту подороже прискачут, помогут нам в ответственный момент. Если мы доживем. Копашку им поставим. Хотя нафиг они придут. В конце лучше пусть стреляют. А, это уже поздно. Ну, ладно. 26, да. И еще одних таких же возьмем себе. Конечно, по-хорошему бы неплохо разобраться во всех видах отрядов. Потому что они вроде все пехота, да? Но при всем при этом какая-то все разная пехота. Может быть, я и не тех набрал. Но мне там главное заглянуть в рукопашную миссию, чтобы понять, насколько стало хорошо. И 13 тысяч еще осталось. Значит, возьмем снайперов себе еще. один отрядик. То есть, я даже не смог набрать Опа, перегрузку корабля. Тогда отмена. У меня есть еще один корабль. Вот сюда возьмем тогда их. Из-за мортир, походу. Мортиры тяжелые очень. Так вот, я не смог набрать даже 16 бригад, про которые была речь изначально. Так, вот, драгунский карабин. Не хватает немножко, да? Давайте 150 возьмем. Все, да? Все. Это все деньги. Здесь вообще вся грузоподъемность. И здесь просто больше ничего не хватило. При том, что я не брал каких-то супердорогих бойцов и супердорогое снаряжение. Ну, давайте начинать битву. Пока масштаба я не вижу. Да и не будет уже его, скорее всего, раз народу-то столько всего набралось. Не больше. Так что сейчас мы все это дело высадим и посмотрим. Первый корабль. Это вот наши полные силы, да? Это первое подкрепление, ну и это второе подкрепление. Погнали! Капитан, испанцы начали серию атак на наши посты в джунглях. Похоже, что сегодня настала очередь этого поста стать нашей испанской мишенью. О, как карта крутится, да? Все имеющиеся у нас силы с ближайших постов были призваны присоединиться к нам как можно скорее. Будем надеяться, что они прибудут вовремя. Тем временем нам нужно занять позиции и защитить пост всеми имеющимися у нас силами. Господь с нами, капитан, нам также понадобится его помощь, чтобы остаться в живых после этой кровавой битвы. Так, ну давайте тормознем и посмотрим. Все высадились, да, бригады? Ну, красиво, конечно, красивее генералов. Да, очень жаль, что они ушли в период в этот можно было. Ну, хотя, после генералов, передел генералов, ну, могли бы назвать Ultimate General 2, например. И вот на вот этом движке с вот этой графикой те же миссии, как бы. Я вот третий раз сейчас прохожу, мне по-прежнему нравится. Так, сажаем этих сюда. Хотя, зачем я их сажаю сюда? Нет, не сажаем вас сюда. Отсюда выделим пушки номер раз. Так, с пушки номер раз. Не знаю, откуда враг придет еще. Давайте вот тут высадим стрелков, этих развернем сюда, этих сюда. Суплай поближе. Застрелечки у нас будут отбегать все дело, поэтому выкинем их на фланге вон туда. И побежали. так, а зачем я вот так вот их зарядил? Вот этих сажай. Есть, так, эти. А эти не влазят. Или влазят? Нет, не влазят, смотрите. В маленькие в эти укрытица не влазят. Поэтому вот так их оставляем. Этих сажаем сюда. Этих ставим вот здесь немножко. А здесь влезли, да? Так, ну вот этих вижу врага вон. Обход. Обход. Здесь входим вот сюда. Первая батарея. Води вон туда. Так, а ты вот начинай гасить туда. Обходите. О, отступай, отступай. Бегом отступай. Отступай, говорю. Беги, беги, беги. Так, арта, арта, вражеская артиллерия должна. Вот так вот, давай, обходим ее. Так, давай, в тылы. Беги, 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 застрельщик. Ты давай вот на вот этот фланг. Бегом. Здесь пошел бой между стрелками. Артиллерия. Начинай работать. Так, ты начинай работать туда, ты начинай работать сюда. Здесь тыл зашли. Пятерых завалили уже. Отлично. Работает. застрельщики убили одного, потеряли 18. Вот это снайперы. Но они тухли, конечно, не очень удачно. Причем их по-прежнему еще пушка долбит, хотя глазик перечеркнутый, их не видит. Причем было написано, вы можете закончить сражение. Я только начал. Эти уже наши бегут, парни. Отлупили их. Есть арта, работает. 21 многосила. Тут восьмерых. не очень хорошо. Давай, забегай в тылы, вон туда, в тот лесок. Так, давай, вот оттуда с тыла подкрадываемся. Артиллерия, ты зачем стреляешь туда? Вот же куда надо стрелять. 35. Вот этих сейчас добьем, я надеюсь. Паника у них. Давай, гаси их. Так, ты опять тут втухаешь, да? Беги, 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 отступай, отступай. Бегом, отступай, бегом. Опять втух, зараза. Ладно, давайте вот сюда его. Беги, беги в лес, что ты встал-то, придурь? Прибыла часть наших войск. Так, где, где, вон. Давай, вот сюда забегай, потому что вот тут где-то противник. хотя вот сначала вот сюда подойди, потом подсветим. Давайте вот отсюда попасть. Воу, 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 отход, отход застрельщики. Пусть они подходят поближе и будем им по флангу упасить. Артиллерия работает. Так, одного отбили, отлично. Тут 13-10 работает. Узики тут наши. О, смотрите, взрывки. Не, ну, сделано. Так, чуть-чуть подойди по флангу выдарь и вот этого выбивай по флангу. Где наши подкрепления крадутся? А, это, кстати, снайперы крадутся. Это же вообще угонь сейчас должен быть. Просто я не вижу, где здесь враг, и мне надо реку форсировать. Стой, 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 куда черт понес тебя? Уйди. Попал, да, под раздачу? Четверых всего убил. Тех гасите, они в наглую подошли, близко. Верхний наш отряд уничтожен. Артиллерия, разворачивайся вон туда. Ты тут что в панике мечешься? Стреляй по нижним. Есть. Мы взяли в плен. Уводим его подальше. А, хотя туда не уйдешь, да, вот сюда куда-нибудь давай. Ближе, ближе вот сюда. Так, ну давай ломиться в тот лес. Потому что там где-то артиллерия, она нас... Куда ты ядрическая пушка едешь? Зачем ты поехала туда? Объясни мне, придурки. Так, гаси вторых. Гаси вторых. Застрельщики встретились с противником. Отступай, отступай, ты в реке, тебе сейчас край будет. Пади. Пришли подкрепления, но я их не могу вытащить, артиллерия теряет бойцов, потому что вышла за укрепление бестолочь. Здесь снесли укрепление. А эти чудики в укрепление не влазят в свои какие-то странные. А хотя, смотрите, влезли уже. Есть, уничтожили. Так, давай продвигаться, тогда заходить в тыл там. Пушка уже потеряла 24 бойца из-за того, что вылезло просто. Так, еще идут наши подкрепления. О, и артиллерия, кстати. Развернем мортиру. Морпехи идут. Все, берем лес тогда. Застрельщики ближе вот сюда, по флангу ударим сейчас. Так, а наши бегут уже парни сверху. Наши парни сверху бегут. так, давай-ка вот эти бегом наверх прикрывать арту. Так, ну все, арта наездилась, можешь уже начинать стрелять. Так, здесь никого нету, да? Ну давай вот так обходим. Там обходим. Ты что опять убежал куда-то? Иди стой здесь. Так, а вы давайте бегом, вы очень долго идете. Сейчас вот здесь выйдем, дадим им по флангу. Может, смотрите, разбили все. Видите, все укрепление развалилось. Так, там идет бой, там обходим. Пушки работают, здесь работают. Вот эти я не пойму, почему все время где-то там бегают. Так, ну и погнали тоже застрельщики вперед. Амортиры прям вот тут сейчас развернем. Я надеюсь, у них хватит дальности. Так, вот ты стреляй по вот этим. Этот очухался. Бегом. О, обнаружена вражеская артиллерия. Давай, гаси ее. Надеюсь, сейчас ее застрельщики быстро разгасят. А тут отступают враги уже. А тут все наши бегут. А вы что, тоже бежите, что ли? Куда вас черт несет? А вы что бежите-то? Что за дела? Вот, смотрите, мартиры начали работать. Не понял, почему эти не высадились. морпехи, двухзвездные морпехи, полностью, вообще, без потерь. Ушли в панике куда-то. Что за ее мое? Так, арта, разворачивайся, сюда работай. Так, ты там в рукопашную, их всего 37. Нечего там. Кузельеры, выходите вот сюда. Бегом и на фланг. Внестить в панику отправили, вон там надо перехватить. Есть высадка, есть высадка, застрельщики туда тоже, бегом, стоят спиной. Есть, смотрите, нормально морпехи накидывают, 25 уже накидала, нормально. Давай, застрельщик, гони уже этих до самого отступления. Так, а у нас тут пробой, пробой, пробой. Кузельеры, бегом прикрывать артиллерию. Уничтожили, да, батарею вражескую. Давайте в тыл. Гаси, гаси, гаси. Так, здесь в лес заходи, есть паника, пошла. Идем следом. Обходим артиллерию с флангом. Ты там не заколебался убегать так далеко? Бегом. Здесь паника. Нормально. Арта развернулась, гасит их. Этих гасим. И сейчас еще в спину им зайдем. Так, а я не могу отсюда высадить кого-нибудь, вот пушки там захватить вражеские. Вроде же можно было. так, двигайся. Морпех устал уже. Нет, не устал. Тогда бегом, морпех. Сейчас арту забираем. Эти все в панике тут носятся. Эти бегут. Сейчас им еще прилетит бегущим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эти собрались силами и дали мне в спину вводим. Так, ну, давай сюда становись, ты вот сюда становись. Держим тот край. Застрелы отходите, сейчас получите по флангу. Пушки выбили. Идем вперед. Мортиры. Давайте подтащим мортиры поближе. атака атака все эти держим этих держим так стой вот так вот развернись далеко не выходи ты сюда арту переводим по вот этому отрядику так вы что отступили нормально же было все этих отогнали отлично двигаемся вперед ну-ка сейчас попробуем высадить бойцов занять пушку я не могу тыкнуть вот тыкнул есть взяли пушку вражескую огонь 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 сейчас может еще одну возьмем так чуть-чуть подкрадемся пушка работает в упор отлично ой смотрите какая-то зараза подкралась снизу бегом бегом на перехват а то они сейчас освободят своих хитрецы так уматывай отсюда мортира быстрее открывайся там отправили в бегство и здесь артиллерия тоже их отогнала так дайте-ка мне солдат еще сейчас я еще одну пушку выхвачу нет патронов ну как нет совсем нет что-ли гаси 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 сверху нормально обходим обходим на самом деле мне какие-то крепления должны были быть мне кажется хотя может быть уже все может уже и не должно быть так но вон тут добейте уже нельзя пока не пойму это стреляет или не стреляет так тут еще бродят парни но мы их окружаем уже так что не страшно мортиры сюда работают эти работают ох пушка давай в упор гаси вперед морпехи быстрее 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 нужна помощь тут на перехвате вот этих надо быстрее разобрать перебросить на правый фланг застрельщиков чтобы дожрать арту так гаси вот сюда ты давай вон туда вон беги так суплай вези нам боеприпасы сейчас мы эти пушки подснарядим ну ладно куда ты отступаешь там 60 ох снесли мне бойчин с артиллерией 30 ну догоняю уже уничтожая их эту тащим ближе держим держим припас давайте вторую скорость включим припасы везем сюда сейчас здесь патронов дадим здесь дадим боеприпасов кто-то сдался уходи так ты там чего возвращайся сюда разворот сейчас мы пушку снарядим и она сможет начать дубасить так смотрите бегут недобитки поганые так а тут наши фузельеры получили ну сейчас мы в тылы зайдем оу в тылы зайдем там еще пушки едут там еще и 200 морпехов отходим ничего себе так и фузельеры наши так а тут еще пришло смотрите сколько нифига себе откуда столько народа вот это дело свежей силы какие-то они подтянули вот этих сейчас добьем так застрельщики давайте возвращайтесь вон туда мортиры давайте тоже тянуть на базу к себе я вообще ждал что у меня еще будут крепления но видимо больше не будет они еще и пушки подвезли да так и тимон тех уничтож ты вот здесь стой кузики возвращайтесь да смотрите они начали нас прожимать тут потому что подвели кучу народу еще вообще мне говорит кнопка конец то есть я вроде как миссию уже выполнил не могу понять пушку зарядили давай гаси отходи застрельщики дальше глубже прячемся так вот да тех совсем окружили парней совсем разгасили так уходи тоже назад захваченную пушку попробуем отвести к себе на базу давайте треплю скоро сделаем я вообще не очень понимаю уже мы закончили эту миссию или нет вроде как горит кнопка что все но враг то не заканчивается и все идет и идет и идет и идет пошла в рукопашное сверху взяли в плен пленных выгонил вниз чтобы они не мешались так о хорошо смотрите сразу паника у них началась после того как мортиры приварило обалде но здесь наши бегут конечно наглухо совсем совсем все нам разбили силы осталась куча артиллерии да всякой такой разный давай бежим тогда так вот как-то просто мне кажется вот тут еще какие-то толпы народа еще один фузильер наш бежал так вот один отряд разнесли кстати ага так гаси вот этих иди на помощь тогда не уходи подходи сейчас загасим 43 возьмем пушки и там откуда еще артиллерия по нам работает застрельщики собрались давай вон на фланг наступай лильер сюда уничтожили да этот отряд значит артиллерию уничтожаем так того мы окружили да с трех сторон 200 было у него оп оп перехват перехват не дайте ему идти артиллерия работает все паника началась погнали сюда и погнали вон туда потому что где-то там вражеские пушки работают по нам так этого долбим хорошенько еще раз а стоп перехват хотел обойти окружить его но подошли еще парни а вот и вражеская пушка нашлась давайте двумя бригадами ее попробуем взять мортиру подтащим на центр потому что по мне добивает уже припас а где припас вот припас давайте на тот край отправим снарядим всех кого можем и вот тут на пушке встанем будем полянку простреливать от всех врагов заодно подсветим нашей артиллерии эти цели давайте третью скорость я думаю есть бегут бегут где суплай то вот скорее скорее суплай мы ждем тебя только есть уничтожили арту идем дальше искать что там так еще одна артиллерия обнаружена о да много всего обнаружено стой стой отходи так давай вот туда переходи сейчас мы окружим всю эту историю ты сюда ты туда ты сюда но вроде все последние силы остались вражеские бежим за ними потихоньку двигаемся зажимаем их убежали убежали совсем да не на ту сторону но придется придется за ним кстати вот пушка почему-то ездит не ездит пушка больше суплай прогоним вдоль ряда но они пытаются сейчас контратаковать что ли я не пойму выходят из воды ну давайте ближе к ним подойдем из джунглей будем стрелять по ним так-то вообще халява просто я хочу вот этим парням патронов подвести еще где наша мортира да и арту давайте все тащить туда же я не думаю что сейчас кто-то с тыла вылезет еще какой-нибудь враг но может быть а ну видите распался отряд а ну в принципе все победа вот такая вот сухопутная миссия масштабности ожидаемой нету но вроде как бы побольше народика но это не точно потому что по моему вот миссия со складом лоялистов она была точно дольше раза в два у меня и там по моему было больше отрядов а размеры отряда все равно остались те же 320 человек поэтому не знаем вижу вот я что статистика криво считается потому что пехота написано 0 а пехоты был не 0 явно причем испанцы 3200 показаны потери 2600 показаны наши потери не показаны в отрядах в отрядах наших отрядов тоже нет вот такой вот корявенький релиз захвачено 17 пушек таких этих но это все не важно потому что это не компания это все никуда нам не нужно почему-то нету нашей статистики но если так прикинуть сколько у нас там было ну пару тысяч наверное было то есть 2000 на 3000 нормально мы в обороне тем более хотя у них наверное было больше пушек потому что и там были и там и там мортиры очень крутые мне понравились прям нормально разгонять сразу в панику их всех ну а так миссия миссия как миссия хотя не скажу что прямо захотелось снова вернуться к компании тем более что у меня компания остановлена на морской миссии которой точно возвращаться не хочется но релиз посмотрели что-то что-то доделал но еще раз не помню уже сказал не сказал в компании появилась карта появилась а стала карта очень большой то есть очень много миссий в компании сделано поэтому наверное весь путь от раннего доступа до релиза это в основном доделка компании потому что по интерфейсу внешнем ничего не поменялось количество оружия вроде стало тоже больше разного но оно все примерно одинаковое поэтому это наверное в компании только имеет значение когда каких-то стволов не хватает ну как в генералах это было вот а в целом как она была в раннем доступе игра так она примерно так же она и осталась пишите комментарии что думаете по этому поводу поставьте лайк если видео понравилось подпишитесь на канал нажмите колокольчик чтобы не пропустить прохождение разных стратегий спасибо за просмотр и пока пока